Вадим Ларкин из Франции пишет мне, что у них во Франции высокая инфляция, поэтому все скоро закончится соглашением сторон. Нет, Вадим, не закончится. Дело в том, что Россия и Российской Федерации уже 25 лет, с 99 года премьер-министром правит Владимир Владимирович Путин, который КГБист, ФСБшник, которого обучали, профессиональное обучение его состояло в том, чтобы научить человека обманывать, вводить в заблуждение, убивать, уничтожать противников. Никакие договора с такими людьми. У нас был большой договор, подписанный Путиным. У нас договор о границах был, подписанный Путиным, то есть Украина-Россия. Нет, ситуация будет доводиться до такого состояния, что Российская Федерация физически не сможет ничего осуществить, понимаете? Никаких боевых... Вот как сейчас, допустим. Разве не хочет сейчас Российская Федерация захватить там Авдеевку? Хочет, но не может. Это импотенция. Вот какой вот... Импотенция, делюсь своим афоризмом. Импотенция это когда женщину хочется, но желание не твердое. Вот сейчас Российская Федерация такой же не стоят на Украине. Она и хочет, Российская Федерация, поглотить всю Украину до Ужграда со Львовом. Но просто даже потенции даже на Авдеевку не хватает, понимаете? И во Франции, понимаете, у вас там высокая инфляция, я вам сочувствую, конечно. Но я думаю, что вы и во Франции есть правители, и в Финляндии, которая помнит 1939 год и Зимнюю войну. И как Россия поступает со своими соседями. Есть люди вполне вменяемые, которые понимают, что сейчас лучше пожертвовать малым, то есть украинцами. А не жертвовать потом своих солдат, пытаясь оказать сопротивление, полетевшие с катушек Российской Федерации. Так что, как распался Советский Союз, сколько таких вот гнойников по всему миру исчезло, которые подкармливал Советский Союз террористических организаций, бан там всяких. То же самое будет, когда загнется эта Российская Федерация, я вас уверяю. Сейчас чем занимается Путин? Он же как палочкой в говно, блин, в этой Хамасы всякие тычет, в Венесуэл, и пытаясь как можно больше, чтобы мух на говно слетелось, чтобы побольше было таких в мире мест, там заливы всякие. Ну, вы думаете, там уши ослиные эти российские не торчат? Российскую Федерацию, и я не то, что я там жду распада Российской Федерации, она будет обессилена просто. До такого состояния, то есть сейчас вот там валютные поступления, там вот это все, оно будет затухать, 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 и даже при желании каком-то они не смогут этого сделать. Понимаете, о чем дело? То есть, если сейчас они уже не в состоянии там как-то продукту себе нормально обеспечить, там эти яйца в три раза подорожавшие, там хлеб, там и все. Почему? Потому что, ну, Россия была встроена действительно в западный мир, там сняли там поправки Джонсона-Веника, когда там в 12-м, в 2007 году. Сейчас это все будет, оттуда же почему уходят компании американские, там западноевропейские, не потому что там санкции какие-то вводят, а потому что, ну, люди сами не хотят в этом мараться. Они понимают, что, ну, с этой стороны толку не будет. То есть, у людей понятие, это другая культура. Я же приводил пример своего там российского родственника, русского, да, который с высшим образованием и все, там авиационный, харьковский авиационный наш закончил. И этот человек говорит, что буду не доедать, не засыпать, но чтобы страна была великая. А великая, он уж рассматривается ими не с точки зрения, что там, я не знаю, достижения какие-то, семью поднять или еще что-то. Это показать другим народам, как надо родину любить, причем их родину. Понятно? Сейчас пойдет Дерибан, там, внутри вот был передел после того, как Союз развалился, был передел имущества. Сейчас будет передел уже имущества того, что после Ельцина осталось. Вот этих олигархов поделят там. Там будет такая себе, конечно, не Северная Корея, но нам важно, что мы туда не попадем, как Украина. Договоров никаких не будет.